Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Дарья Скаридова. В этом выпуске я расскажу вам о новинке фонда дворца книги «Моя рыба будет жить» Рут Азеки. Рут Азеки – американка японского происхождения, писательница, режиссер, специалист по классической японской литературе. Ее называют американским мураками и японским сайлинджером. Рут Азеки родилась и выросла в Америке, получила высшее образование в Японии, много путешествовала по Азии, жила в Японии, но в итоге вернулась назад в США. Она работала на телевидении, снимала документальные программы и малобюджетные фильмы ужасов. Позже она начала снимать собственные фильмы. Вспышку Руту ловила самым краешком глаза. Блик отраженного солнечного света блеснулась под перепутанной массой бурых водорослей, извернутых океаном во время прилива. Она была решила, что это блестедохлая медуза и чуть было не прошла мимо. В последнее время берег буквально запланили медузы. Чудовищные алые, жгучие создания будто бы раны на прибережном песке. Но что-то заставило ее остановиться. Она наклонилась, разворошила носком кроссовка кучу водорослей и потыкала туда палкой. Распутав змеящееся стебли, она смогла раздвенуть их настолько, что стало ясно, блестела вовсе не медуза, а какой-то предмет из пластика, пакет. Ничего удивительного, океан кишит пластиком. Она еще поворошила водоросли, пока не докопалась до угла, за которым можно было ухватиться. Пакет оказался тяжелее, чем она ожидала. Видавший виды пластиковый пакет для заморозки, весь покрытый морскими желудями, будто сыпью. Наверное, он провел в море немало времени, так она подумала. Внутри пакета просвечило что-то красное, чей-то мусор, конечно, выкинутый за борт или брошенный после пикника или пляжной вечеринки. Океан вечно выплевывал что-то на берег, а потом заглатывал обратно. Рыболовные снасти, поплавки, пивные банки, пластмассовые игрушки, кроссовки Nike. Люди постоянно натыкались на них по всему попережью острова Ванкувер после перелива. Одну нашли прямо здесь, на этом берегу. Рут не хотелось даже думать о том, что могло находиться внутри пакета. Она забросила его повыше на берег, намереваясь забрать на обратном пути, чтобы донести до дома и выкинуть. Что это еще такое, слыша на голос мужа из прихожей. Рут готовила ужин, она резала морковь и была в состоянии предельной концентрации. Это повторил Оливер, не услышав ответа. Она подняла глаза, он стоял в дверях кухни, помахивая потрепанным пакетом для заморозки. Рут оставила пакет на крыльце, думая выкинуть попозже, но отвлеклась. Ой, брось это, сказала она, это мусор, на берегу подобрала, не заноси в дом, пожалуйста. И почему она должна была объяснять? Но там что-то есть внутри, сказал он. Тебе разве не хочется посмотреть? Нет, сказала она, ужин почти готов. И все равно он притащил пакет дома, возложил на кухонный стол. С пакета сыпался песок, но такой уж он был. Стремление знать было неотлеемой частью его натуры. Разбирать вещи на составные части, а потом вновь собирать их единое целое иногда. Там не один пакет, доложил он, бережно расстегивая первое, откладывая его в сторону. Там их много, один в другом. Кот, привлеченный бурной деятельностью, спрыгнул на стол, намереваясь помочь. Коту на стол было нельзя. Вообще-то у кота было имя Шрёдингер, которое никогда не использовалось. Оливер звал его пестицидом, иногда сбиваясь на песта. Кот вечно был занят нехорошим, потрошил белок посреди кухни, аккуратно раскладывая крошечные внутренности прямо перед дверью спальни, так, чтобы Рут могла наступить на них посреди ночи, направляясь босиком в туалет. Они выступали командой Оливер и Кот. Когда Оливер шел наверх, кот шел наверх. Когда Оливер шел вниз поесть, кот шел вниз. Когда Оливер шел наружу, кот тоже шел наружу. В настоящий момент Рут наблюдал, как они изучают содержимое пластиковых пакетов. Она поморщилась, ожидая, что вот-вот вонят чего-то подгнившего пикника или еще чего похуже, забьет аромат ужина. Чечевичный суп. На ужин был чечевичный суп и салат, и она только что добавила розмарин. Как ты думаешь, это возможно препарировать мусор на крыльце снаружи? Ты сама его подобрала, и потом мне не кажется, что это мусор слишком аккуратно упакован. Он продолжил свои криминалистические изыскания. Рут втянула носом в воздух, но ощутила лишь запах песка, соли и моря. Внезапно он смеялся. Глянь, песто, сказал он. Это же для тебя коробка для ланча Hello Kitty. Я тебя очень прошу, сказала Рут, начиная испытывать отчаяние. А внутри там что-то есть. Я серьезно, я не хочу, чтобы ты открывал это здесь. Просто вынеси, но было уже поздно. Он аккуратно разгладил пакеты, сложил их стопочек по размеру от большого к меньшему, потом рассортировал содержимое на три части. Небольшая стопка песен, написанных от руки, пухлый томик в выцветшем красном переплете, массивные антикварные наручные часы с матовым черным циферблатом и флуоресцентными стрелками. Вот какие отзывы оставляют читатели. Книга, которая цепляет что-то глубоко в тебе с самого начала и не дает спокойно закрыть глаза. Девочка, пишущая историю свою и своей прабабушке. Женщина, читающая эту исповедь и размышляющая, как ей быть в сложившейся ситуации. И как эта девочка находит такие емкие определения, которые ей, быть может, не удавалось подобрать всю жизнь. История о вдохновителях и просвещении, о переплетениях судеб и совпадениях, интересных и роковых. Роман очень многогранный. Он содержит в себе элементы детектива и мистики, описание жизни двух семей, живущих по разные стороны Тихого океана, описание квантовой механики и дзен-буддизма и еще много всего разного. Написано очень свежо, иронично, много интересных мыслей. Очень понравилось то, что благодаря особому построению сюжета, читатель находится на равных с главной героиней, ощущается вовлеченность в историю. Это очень плавная, даже медитативная история, которая странно нетороплива, несмотря на всю внутреннюю динамику, бурлящие эмоции и события. Какими бы чудовищными ни казались мне отдельные события, все это рассказывается без нагнетания страстей и смыкования подробностей. Просто потому, что настоящему и искреннему повествованию оно ни к чему. Рядом коробка для ланча Hello Kitty, которая сохранила все эти предметы от разрушительного воздействия океана. Кот нюхал коробку, рот подхватила его поперек живота и спустила на пол, а затем переключила внимание на предметы на столе. В письмах, похоже, были написаны по-японски. Заглавие на обложке красной книги отпечатано французском. Пометки на тыльной стороне часов было трудно разобрать, так что Оливер взлёг свой айфон и открыл приложение микроскоп, чтобы изучить гравировку. «Мне кажется, это тоже японский», — проговорил он. Рот перебирала стопку писем, пытаясь разобрать выцветшие иероглифы, выписанные синими чернилами. «Почерк старомодный, беглый, красивый, но не могу разобрать ни слова». Она отложила письма и взяла у него часы. «Да», — сказала она, — «это японские цифры». «Ноны дата, йон, нано, сан, хачи, нано, 47387». «Может, серийный номер?» Она приложила часы к уху, надеясь услышать тиканье, но часы были сломаны. Она отложила их в сторону и взяла в руки ярко-красную коробку для ланчей. Из-за этого оттенка красного, просвечивающего сквозь истарапанной пластика, она приняла пакет для заморозки и ядовитую медузу. Сколько же коробка плавала в море, пока её не выбросила на берег. Края крышки были снабжены резиновым ободком. Руд взяла книгу, которая оказалась на удивление сухой. Обсянутая ткань и обложка была потертой и мягкой на ощупь. Уголки стрепались от небрежного обращения. Она поднесла книгу к носу и вдохнула едва ощутимую задохлость. Запах заплесневелой бумаги и пыли. Посмотрела на название. В поисках утраченного времени прочитала она по-французски. Марсель Пруст. Им нравились книги, в особенности старые. Дом был ими переполнен. Книги были повсюду. Они теснились на полках, рудами взвышались на полу, на стульях, на ступенях лестницы. Но ни Ольвер, ни Руд не возражали. Руд была писателем, а писатель, уверял Ольвер, просто обязан держать кошкой книги. И в самом деле покупка книг послужила для неё своего рода компенсацией после приезда на остров, затерянный где-то в самой середине Десолейшн Саунд, где публичная библиотека стояла из одной маленькой комнаты на общественном собрании и была вечно забитой детьми. Помимо обширной коллекции литературы для юношества и пары бестселлеров для взрослых, собраний библиотеки практически полностью состояла из книг по садоводству, изготовления консервов, здоровому питанию, альтернативной энергии, альтернативной медицине и альтернативному воспитанию. Руд скучала по изобилию и разнообразию городских библиотек, их простору и тишине. И когда они с Оливером переехали на маленький островок, они договорились, что она сможет заказывать любые книги, какие только захочет. Что она и делала. Она это называла предварительными исследованиями, но в итоге большинство книг прочитала Оливер, а она только пару или тройку. Ей просто нравилось, когда вокруг были книги. Но в последнее время она стала замечать разбухшие от влажного воздуха страницы и чешуйницы, поселившихся в переплетах. Открывая книгу, она часто ощущала запах плесени, и это ее печалило. В поисках утраченного времени произнесла она, приводя заглавие, набранное золотыми литерами на красном корешке. Никогда не читала. Я тоже сказала Оливере, и я не думаю, что осили ее на французском. Угу, согласилась она. Но все же открыла обложку из любопытства, суметь ли она понять хотя бы первые несколько строк. Она думала увидеть потенявший от ремней страницы фолио текст, набранный с тормомодным шрифтом, и была совершенно застигнута врасплох. Фиолетовая чернила, подростковый почерк, скачущий по странице. Это выглядело как насмешка над ругательством, и от шока она чуть не выронила книгу. Машинописный текст предсказуемый не несет отпечатка личности, информация передается глазу читателю механически. Рукописные строки, напротив, сопротивляются глазу, медленно снабжая смысл. Они интимны, как прикосновение кожи. Руд вглядела в страницу. Выписанные фиолетовым слова были в основном английскими, с редкой росписью японских иероглиф. Но она воспринимала не столько смысл слов, сколько чувства, ощущения, мрачно-эмоционально идущие от личности автора. Пальцы, сжимавшие фиолетовую гелевую ручку, точно принадлежали девочке-подростку. Ее почерк, ее петлястые строки, захваченные бумагой, отражали ее настроение и тревоги. В тот же миг, как ее взгляд упал на страницу, Руд совершенно точно знала, что кончики пальцев у девочки были розами и влажными. И что она беспрерывно обкусывала ногти. «Привет», — прочла она, — «меня зовут Нао, и я временное существо». «Ты знаешь, что такое временное существо?» «Флотцем», — сказал Оливер. «Он изучал морские желуди, облепившие поверхность внешнего пакета. Поверить не могу». Руд взглянул на него поверх страницы. «Ну, конечно, это флотцем или джетцем». Она ощущала, как книга теплеет у нее в ладонях, и ей хотелось продолжить чтение. Вместо этого она услышала свой голос. Какая, собственно, разница? Флотцем имеет случайное происхождение предмета, которые находят плавающие в море. А джетцем — это то, что было выброшено в море нарочно. Это вопрос намерения. Так что ты права, это может быть и джетцем. Он положил пакеты обратно на стол. Думаю, начинается. Что начинается? «Дрефующий мусор», — проговорил он. Руд Азеки — лауреат ряда книжных и кинопремий. Она даже удостоилась сана буддистского священника. В данный момент ведет общественную деятельность и пишет книги. Книга «Моя рыба будет жить» даже вошла в шорт-лист премии Booker 2013. Это книга о двух героинях. Одна из которых — писательница Рут, которая после цунами находит на берегу океана ланчбокс японской школьницы Наока. В нем она обнаруживает дневник девочки, уставшей от издевательств в школе и проблем в семье. Все больше погружаясь в трагедию Наока, Рут начинает по-другому смотреть на свое настоящее и будущее. Узнать, чем закончится эта удивительная история, вы можете, лишь прочитав книгу. А найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали Рут Азеки? Делитесь в комментариях. Рут Азеки